Был такой замечательный историк Арнольд Джозеф Тойнби. Это британский историк, который придумал теорию циклов. Согласно Тойнби, вся история человечества, она циклична. И зная начальную точку цикла, можно с уверенностью делать прогнозы на будущее. Когда-то, много лет тому назад, в школе научной астрологии было проведено исследование о циклах в истории России. Тойнби утверждал, что один шаг истории составляет 108 лет. 108 лет это 9 циклов Юпитера. Цикл оборот Юпитера составляет 12 лет. То есть, видите, тут история стыкуется с астрологией. И вот увлеченная группа исследователей из нашей школы составила так называемое хроноциклическое дерево истории России. Где вся история была разделена на 5 отрезков. И внутри каждого отрезка находился или один, или несколько 108 летних циклов. Давайте проследим и посмотрим, каким выводом приведет нас хроноциклическое дерево истории России. Я повторюсь, что Тойнби соединял историю и астрологию. Но он не называл это астрологией, он говорил о циклах. А циклы, как известно, имеют космическое происхождение, о чем неоднократно утверждал другой великий, уже отечественный ученый и историк. Это Лев Николаевич Гумилев. 108 лет или 9 оборотов Юпитера. Первый период назван Древней Русью и за отправную точку взят 945 год. Что произошло в 945 году? Русь уже была. Но в 945 году при сборе даний, так сказать, налогов у древлян трагически погиб князь Игорь. Ну, древляне поняли, что им проще Игоря убить, чем платить ему дань. И в результате на княжение, на правление в 945 году взошла жена князя Игоря, княгиня Ольга. Она оказалась официально первой правительницей Руси и правительницей, которая установила правила существования древнерусского государства. То есть княгиня Ольга это первая правительница Руси не как хаотично разбросанных земель и племен, а как единого государства. Что она сделала? Она, конечно, отомстила древлянам за смерть мужа. Учтите, славяне не думали, как учат в христианстве, что ударили по одной щеке, подставь другую. Славяне считали это крайне пагубной практикой, развращающей обидчиков. Они считали, что отомстить обязательно нужно. И наоборот, не отомстить это плохо. Славяне говорили, что если ты платишь добром за зло, то чем же ты будешь платить людям за добро, которое они тебе делают? Она положила начало системе налогообложения, но уже организованной. Размер дани, место сбора дани договорилась с Византией. И первой из жителей Руси приняла христианство. Таким образом, именно с княгини Ольги все начинается. Начинается первый этап на хроноциклическом дереве России. И завершается он в 1161 году. Это конец междоусобных войн. Дальше начинается этап княжеской Руси с 1161 года. И он длится до 1485. Еще раз, это все кратно 108 годам. По теории Джозефа Тойнби. В 1485 начинается третий этап Московская Русь и Россия Московская. Что было важно в 1485 году? Именно в этом году впервые появляется название Россия. А Иван Третий, тогдашний царь, нарекается государем всея Руси. То есть начинается этап под названием не Русь, а Россия. В 1485 году не только появляется название Россия, но и появляется герб в виде двуглавого орла. Иван Третий вступает в брак с Софией Палеолог и соединяет Георгия Победоносца с двуглавым орлом Византийской империи. Окружает себя блеском и роскошью. Поэтому вы не ругайте наших нынешних правителей России за блеск, роскошь и тысячи квадратных метров в их имениях, загородных, в элитных местах и парковых зонах. Это так еще пошло от Иоанна Третьего. Жить в роскоши. Ну так сказать, по контрасту с Сатурном. И в этом же 1485 году происходит присоединение Твери. Дело в том, что Тверь, недаром Тверь, Тварь, похожие слова, Тверь составляла очень долго большие проблемы для Москвы, потому что Тверь и Тверичи сама претендовала на то, чтобы быть центром роскоши. Но в 1485 году, все, Тверь сломилась и вошла в состав России под руководством Москвы. Этот этап длился с 1485 по 1701 год. Вот, повторяюсь, тут все кратно 108. В 1701 году начинается следующий этап, он называется Россия Петровская. Что же было в 1701 году? Новый календарь, и Петр Первый прорубает окно в Европу. То есть Россия начинает жить по лучшим европейским канонам с 1701 года, и кончается этот этап 1917, когда случается Великая Октябрьская революция. Друзья, по поводу этого исследования, я организовал целую конференцию, она проходила непосредственно в стенах нашей школы весной, вы не поверите, 1998 года, это было 22 года тому назад. На конференции присутствовали сотрудники и выступали исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Мы постарались сделать некую такую небольшую научную, но не сенсацию, но как бы выступить с важными выводами. И причем теперь самое интересное, мы подходим к прогнозам. То есть выводы из этого исследования были такие, что вот этого красного коня Россия никак не могла миновать. Что 1917 год это абсолютная предопределенность. Но прибавьте теперь 108 к 1917, и вы попадете в 2025 год. Вот те, кто меня сейчас смотрит и кто был слушателем нашей школы, этот период называется Россия советская и постсоветская, те знают, сколько раз я журил наших прогульщиков и малохожденцев за то, что они не посещают занятия, потому что я говорил, приближается историческая точка. Вы потом захотите учиться? Да будет поздно. У вас уже не будет такой возможности. Не потому что я передумаю учить, а потому что я физически не смогу это делать. Они улыбались, говорят, а ерунда, а ведь не ерунда. Да, еще пока 2020. Но мы приближаемся к точке, так называемой точке бифуркации, когда ты идешь или направо, или налево, ты уже дальше не можешь идти прямо по той же самой дороге, которая, согласно Тойнбе, случается каждый раз через 108 лет. Конечно, это исследование можно считать и, скажем, притянуто за уши. Вы оттолкнулись от Ольги, и у вас вот по 108 лет выстроилось это хроноциклическое дерево России. Но научные сотрудники ИСТФАКа МГУ имени Ломоносова, которые присутствовали на этой конференции и потом выступали в роли рецензентов и оппонентов, они заявили, что мы не видим с точки зрения исторической науки, ну, так сказать, какой-то серьезной критики в адрес этого построения, а это значит, друзья, что мы приближаемся к большим историческим событиям, и этому вторят и высшие планеты Уран, Нептун, Плутон, которые все три будут менять знак Зодиака очередной как раз в 2024 и 2025 годах, а отсюда простой вывод. Если вы хотите знать объективную информацию и прогнозы, и выводы, и комментарии, то, а, нужно приобщаться к астрологии, б, смотреть канал Школа Астрологии. Когда 22 года назад мы делали это построение, строили это дерево, тогда все было как бы относительно стабильно, но это была весна 98-го года, летом там разразился дефолт, и я вам неоднократно рассказывал о том, что прогноз дефолта делался нами еще в начале 98-го года, что есть публикация в журнале, но сейчас я про это не буду рассказывать, а только подытожу, что мы являемся с вами свидетелями и участниками исторических событий.